Совместно с Валентиной Викторовной и общественным советом проверили городской парк, который торжественно откроют уже в эту субботу. Все элементы на детской игровой площадке установлены, рабочие приступили к устройству резинового покрытия. На этой неделе будет установлен модульный туалет. Эти мероприятия завершат благоустройство объекта по госпрограмме формирования современной комфортной городской среды. Применили все асфальтовое покрытие. Брусчатку, да. Да, то есть была брусчатка, вот ее полностью на асфальт. Я помню, какая у вас здесь была. Да, да, да. Да, вот это место у нас там тонуло. И далее по программе сейчас ставится самая большая детская площадка за все стороны трагога. Самая дорогая, самая большая. Правда? А когда мы поставим ее? Когда, Леночка, Ленка, мы будем? Ну, вот осталось только покрытие. Осталось покрытие субботу третьего. А, третьего. Ну, пойдемте. Пойдемте, да. Слушайте, как здорово. Валентина Викторовна оценила масштабы проделанных работ и перспективы использования жителями новых парковых дорог. Это и катание на роликах, велосипедах, скейтбордах. А детская игровая площадка особенно привлекла внимание. Ой, как здорово. Да, ну это еще не до дела. Слушайте, сколько спортивных даже этих всех снарядов. Красота. Да, для разного возраста. Благоустройство объекта проводилось с учетом мнений и пожеланий жителей. Для этого был создан специальный общественный совет с участием инициативных электрогурцев. Вместе с ними выбирали, какой будет парковая зона, удобные детские площадки, зоны для воркаута, игр, танцев, уголки отдыха. Приятное впечатление от посещения города Электрогорска. Я всегда, когда приезжаю, сразу же мысленно вспоминаю наказы избирателей. Когда мы избирались депутатами Государственной Думы, нам во Дворце культуры в Новом Красивом электрогорце давали наказы. И четко отслеживают, как идет выполнение. Поэтому сегодня, конечно, я очень довольна рада, что наказы, которые дали мне избиратели, глава по программе губернатора Московской области, четко выполняют наказы избирателей Электрогорска. Ну, во-первых, конечно, красавец парк. Я таких парков еще не видела. Говорят, их несколько есть у нас в Московской области. Но в связи с тем, что у меня восточный округ, в восточном округе нет такой красоты. И, конечно же, такие сооружения детские для детей, это просто, ну, как в сказке. Вот говорят, что президент наш говорит, что каждый день должны делать добрые дела, чтобы каждый человек видел изменения к лучшему. Я думаю, все электрогорцы со мной согласятся, что здесь действительно каждый день люди видят, что глава Денис Олегович старается вместе с командой губернатора решать те вопросы, которые поставил в своем послании наш президент Владимир Владимирович Путин. Вот каждый день что-то новое, интересное, а самое главное – это те, о которых мы не говорим. Во внимание попала и строящаяся школа на улице Чкалова. Депутат пообщалась со строителями, осмотрела сам объект. Рабочие уже произвели установку систем вентиляции. По плану ведется монтаж ограждающих оконных конструкций, устройства наружных инженерных сетей, в частности, необходимы для запуска тепла на объект. Работа здесь в высокой стадии готовности. Также было отмечено, что с опережением срока идут штукатурные работы и первоначальный этап отделочных работ. Параллельно на территории школы ведется устройство основания под будущие спортивные площадки. Вот мы стоим на фоне нашей стройки. Такая школа красавица на 550 мест. А какая территория? Сколько спортивных здесь будет площадок для детей? Это просто вот действительно, ну, современно, круто, как говорят молодежь, да? И я очень рада и горжусь вместе с электрогорцами, что такие у нас добрые, замечательные дела в городе Электрогорске. Поэтому всем хотелось бы пожелать потверже давать наказы и контролировать, как и депутаты Государственной Думы ведут контроль за выполнением и выполняют наказы. Ну а самое главное, чтобы действительно каждый чувствовал, что есть изменения к лучшему и каждый должен в этом принимать участие. Поэтому спасибо всем, уважаемые электрогорцы, за труд, за добрые дела, за активность. Год у нас этот необычный, особенный и 75-летие. И этот коронавирус вмешался. Но самый главный итог, что ничего нам не помешало. Мы, конечно, благодарны нашим ветеранам за победу, но и сегодня победим и эту заразу, и коронавирус. Почему-то стройки не остановились, идут. И самое главное, строители обещают четко в срок 1 сентября вести такую красивую, замечательную школу для наших детей.